Русские придумали любовь, чтобы деньги не платить, а евреи придумали маркетинг, чтобы, наоборот, им платили деньги. Ну, все мы с вами помним этот грузовик с этой шлейфом. Праздник к нам приходит. Посмотрите сейчас на ваше окружение. Люди в 50 лет выглядят прекрасно. Они занимаются спортом, след за собой. На самом деле на трендах нужно не сидеть, на них нужно ехать и выезжать. Это самое главное. Не покупать биткоины, заняться искусственным интеллектом. Потому что биткоин 87 тысяч долларов уже. Я вообще своих клиентов очень люблю. Передаю привет. Начинайте читать. Начинайте читать, друзья. Если вас нельзя найти в интернете, значит вы не существуете. Для человека это может быть спорным суждением, но для бизнеса утверждение на 100% верно. Потребители, а значит и мы с вами, ищем товары и услуги прежде всего в сетях интернет. А вот какие тренды рулят в сфере бизнеса и как правильно настроить присутствие бренда в сети, мы поговорим с маркетологом, владелицей маркетингового агентства Rocket Idea Юлией Красновой. Встречаем. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Маркетинг рулит, наверное, всем. Все, что мы имеем вокруг себя, в семье, на работе, вообще в мире. Даже вторую половинку. Кто-то, нет, я хотел сказать, кто-то купил и продал. Вторую половинку, да, там маркетинг отдельный, маркетинг эмоций и ощущений. Впечатлений. Ты как специалист, как маркетолог со стажем, какие видишь глубинные тренды, которые на нас влияют, и дальше мы с тобой уже практическое применение тоже для зрителей расскажем. Да, конечно. Я тогда могу рассказать в разрезе лекции, которую я периодически читаю и буду читать в ноябре тоже. Есть такое понятие, как макротренды, мегатренды и микротренды. В наше время сейчас, конечно, мегатренды сложнее стало составлять, потому что это, как правило, тренды на 10-15 и далее лет. То есть это в целом тренд, куда движется экономика, политическая ситуация, потому что отсюда уже все стекает информация в маркетинг, и здесь уже продумываются различные методы, что рекламируется и так далее. Что будет востребовано, на что будет спрос, на что, наоборот, будет уходить спрос. Микротренды – это как раз такие категории, которыми сейчас, наверное, мыслят многие предприниматели, потому что мы все сейчас вынуждены свернуть наши мегапланы до где-то 3-5 лет. 5 лет – это еще хорошо сказано в нашей нынешней ситуации. То есть это срок прогнозирования. Да, да, да. То есть когда ты просто делаешь бросок, только не так далеко, и ты примерно понимаешь вектор, куда ты пойдешь в ближайшие 3 года. И от этого очень зависит, естественно, как ты будешь распределять свой маркетинговый бюджет. Во-первых, его надо сначала понять, как он составляется, и дальше какие ты будешь услуги продавать, что будешь добавлять. Я на примере себя чуть позже это расскажу, чтобы было понятно, как применять эту информацию по мегатрендам, макротрендам и вообще что это такое. Если мы говорим в целом по конкретным трендам, которые сейчас рисуются вообще в мире, то есть я периодически посещаю различные онлайн и офлайн лекции, которые в целом связаны с экономикой и политикой. Потому что маркетинг это не только парарекламная интеграция, это вообще в целом, маркетинг вообще это экономическое явление. И маркетинг появился на стыке, когда было очень много производства, то есть производственный бум, и уже людям сложно было среди этого выбирать. Потому что в начале 20 века достаточно было опубликовать, есть масса материалов, где опубликовано просто, по-моему, Volkswagen Juke. Это такая известная очень картинка из какого-то журнала американского. И просто там написано, типа, вот Volkswagen Juke. Просто описание техническое. Даже покупайте не написано. Даже покупайте не написано. Раньше гораздо проще это было. Но кто у нас основал маркетинг? Это, конечно же, все сразу думают про Котлера. На самом деле все еще глубже, потому что, как я немножко ранее в кулуарах, пока мы с тобой общались, рассказывала о том, что маркетинг образовался именно когда был большой поток населения США. Очень многие ученые, врачи, евреи, причем, уехали в Америку. И там они поняли, что товары, когда произошел этот бунт производственный, что нужно как-то их отделять между собой. И стали добавлять вот эту ценность товару. Это как раз и называется основа маркетинга. То есть русские придумали любовь, чтобы деньги не платить, а евреи придумали маркетинг, чтобы наоборот им платили деньги. Именно так. И с тех пор тогда и появились все эти инструменты воздействия на нас. И сегодня нам с вами очень тяжело не тратить деньги направо и налево, когда они есть. Имеется в виду, что сегодня столько воздействий на нас. Это правда очень тяжело психически, потому что ты смотришь в одну сторону тебе одну акцию, в другую. А еще мало того, что у нас с вами пуш-уведомления, всякие сообщения, звонки, эти боты, наверное, всем уже надоели. Которые вовсе уже не продающие, хотя они тоже конвертят, поэтому их оставляют. Хотя кого не спроси, это вызывает раздражение. У тебя отвлекает от своей жизни самое главное. Самая главная задача в жизни вообще, это себя фокус не ввести и покупая какие-то ненужные товары. И вот это нам уже нужно будет детям нашим рассказывать. Я думаю, в скором времени для детей тоже какие-то занятия по маркетингу появятся. Потому что они как-то должны это ощущать уже с детства, что невозможно у родителей просить десятую игрушку. Понятно, что скажи ты сейчас родителям, все ухмыльнулись. Конечно можно. Конечно можно. Я понимаю, что реально маркетинг огромный пласт. То есть мы сейчас немножко погрузились в маркетинг для потребителя. А мне кажется, аудитории интересен маркетинг еще и с точки зрения бизнесмена. И вот на какие тренды, скажем так, сесть или смотреть. И как практически уже эти тренды конвертировать в инструменты, которые нужно применять. Все, поняла. На самом деле на трендах нужно не сидеть, на них нужно ехать и выезжать. Это самое главное. А если мы возьмем мегатренды, которые у нас сейчас нарисовались вообще во всем мире. Сейчас на самом деле для тех, кто работает с маркетплейсами, обратите внимание на рынок Индии и Африки. Самым густонаселенным городом в конце 21 века будет Лагос. Это город в Африке находящийся. Причем если мы говорим про Африку, у всех сразу такое впечатление грязных городов и так далее. Но если мы посмотрим на Лагос, вот будет здесь сейчас картинка этого города. Он очень классный, развитый город. Это мегаполис с огромным, густонаселенным. Круче Дубая, круче Шанхая. Да, то есть это очень большой город. Город будущего. И самое классное, что бренды большие уже туда, как Coca-Cola, Walmart, они стали туда заходить, скупать внутренние какие-то небольшие компании и маркетплейсы и занимать уже нишу. А Coca-Cola действует очень грамотно. Они действуют начиная уже с детского возраста. Ну все мы с вами помним этот грузовик. С этой шлейфом праздник к нам приходит. Представьте, как они зашли к нам в сознание тогда, что мы с вами воспринимали эту Coca-Cola как какое-то мейджик, волшебство. То же самое сейчас они делают с африканскими детьми. То есть они взращивают целое поколение. У больших брендов, конечно же, есть такие бюджеты, чтобы делать исследования многомиллиардные, как бы вкладывать, вкладывать, и только через десятилетия к ним пойдет поток денег. Вот это как раз ведь долгосрочное планирование не на 3-5 лет, а это вот на поколение. У них просто есть такие бюджеты и возможности. Конечно, когда ко мне возвращаются клиенты, которые вкладывают, не знаю, там вложили 40 миллионов, открыли какое-то предприятие, условно развлекательный центр. А на маркетинг очень часто вот совсем чуть-чуть оставляют денег. Это общая беда, мне кажется. В железяку, ведь ему понятно, что он купил, она будет стоять, да, или там какое-то оборудование. А маркетинг, раз, деньги растворились, и все тоже осталось. Вот на самом деле, чтобы деньги не растворялись и не было ощущения, что они ушли бы никуда, есть маркетинговые отчеты. Уважаемые бизнесмены и владельцы бизнесов, да, это одно и то же, в принципе. Спрашивайте у ваших маркетологов отчеты. Они должны быть прозрачными и понятны любому инвестору, который не занимается операционной деятельностью. Вот чтобы можно было за кофе так сесть, пролистнуть, мы делаем это в PDF-файле, да, информацию и понять, куда ушли деньги и что действительно люди отработали эти деньги, что это тоже важно. Потому что зачастую есть конфликт между отделом продаж, если мы говорим про предприятия, где, да, там, продажники и маркетологи. Продажники говорят, что маркетологи делают фиговые лиды, да, что они там как бы не теле... Этот лид не покупают потом. Да, 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 а маркетологи наоборот, что продажники не продают. И вот на этом стыке, я когда работала в Ауди, в бренде, мы даже менялись с отделом продаж. У нас были такие тренинги, стратегические сессии, будет правильнее сказать, где мы менялись с отделом продаж, и они защищали маркетинговые расходы, а мы наоборот их отчет продажников. Это было очень классно, кстати, для того, чтобы мы поняли друг друга, на каком языке нам вообще говорить. Да, также одним из важных таких мегатрендов является серебряная экономика. Что такое серебряная экономика? Можно я отвечу? Пожилые люди. Именно. Поэтому прям ты очень хорошо подкован, да. Ну, на самом деле, мой Сереж, с тобой не так далеко от них уже. К сожалению. Да. Вот, но что вы хотите сказать? На самом деле, это же большой рынок сбыта. Это огромнейший рынок сбыта. И посмотрите сейчас на ваше окружение. Люди в 50 лет выглядят прекрасно. Они занимаются спортом, след за собой. Есть очень много... А раньше они готовились к пенсии, к грядкам. Да, есть очень много... Может быть, сейчас они готовятся к грядкам, просто это уже... Они выглядят по-другому, да. Вот, то есть, есть очень много косметологических, косметических процедур, нутрициология. То есть, люди занимаются собой, и при этом выглядят прекрасно в 50 лет. И о чём это говорит? Что у людей есть потребность. А на самом деле, сейчас есть исследование, которое показывает, что наибольшим спросом сейчас у людей 50+, является обучение курсы. То есть, это прекрасные потребители курсов. Если вы занимаетесь онлайн-обучением, обратите внимание на эту целевую аудиторию. Но, опять же, нужно понять, какие курсы людям нужны, как они... Они хотят тоже быть в тренде, они хотят переквалифицироваться. Для них, возможно, нужно чуть удобнее интерфейс продумать. Например, в России сейчас разработали часы с тревожной кнопкой «Пуск», которая... Такие часы есть... Такая функция есть на айфоне, там, СОС, да. Но здесь «Пуск», кнопка, она сразу же вызывает нужного врача. То есть, там как-то заранее интегрируется вся эта информация. И если человеку стало плохо, ему достаточно один раз нажать на эту кнопку пожилому человеку, там, причём, крупный циферблат и крупная кнопка, вот, то сразу приезжает по нужному адресу скорая. Это уже есть у нас с вами, представьте. И также есть, например, ложка, которая разработана специально для людей с болезнью Паркинсона. Она нивелирует вот этот тремор, который есть. Она вибрирует и тем самым... Синдром вертолётчика. То есть, у тебя рука трясётся, а ложка ровно идёт. Да, 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 да. Это уже есть сегодня на рынке. Смотрите товары. Я думаю, что тут надо посмотреть, что на Китае есть, на китайском рынке. И интегрируйте их на маркерплейсы. На это будет спрос. Это вот достаточно... Опять же, как мы можем использовать эти мегатренды в нашей повседневной жизни? Также, конечно, у нас есть технологические тренды. Но это что касаемо искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект – это как промышленная революция прошлого века. Она многими недооценена. То есть, кто не работает в бизнесе, у которых всё оцифрововано уже, и в маркетинге, многие просто считают, это какая-то игрушка. Ну, типа, вот сгенерировала картинку какую-то в постик. На самом деле, искусственный интеллект у нас с вами уже давно в наших комнатах, как Алиса, да, в любом магазине, где ты выбираешь по QR-коду, по коду, по номенклатуре, он сразу подбирает тебе группу товара нужную. То есть, мы уже давно им пользуемся, просто этого не осознавали. Сейчас уже можно его использовать ещё лучше и освобождать себя от ежедневной рутины. Написание текстов. И они действительно стали хорошо писать тексты, подводки к видео, не знаю, там, сторисы, идеи. Даже воронку продаж они тебе полностью составят, как если бы специалист. И опять же, замеряли разницу. Специалист делает, например, такую функцию там за два дня, за полчаса, ну, там, это ещё с корректировкой, да, твоей, делает искусственный интеллект. Да, на это стоит обратить внимание. Обязательно идите учиться. Есть сейчас куча бесплатных курсов, платных курсов. Это то, что с нами останется уже точно. И поэтому это невозможно пропустить мимо. То есть те, кто не купили биткоин, вот сейчас самое время заняться... Не покупать биткоин, а заняться искусственным интеллектом. Потому что биткоин 87 тысяч долларов уже. На сегодня, да. Про мегатренды поговорили. Вот теперь к практическому применению, потому что я всегда за то, чтобы дать интервью практическую пользу. Я думаю, что ты меня поддержишь. Чем пользоваться, какими инструментами оперировать, используя знания про мегатренды, для того, чтобы эффективно вести бизнес и развивать его в наших условиях? Ну, самое важное, о чём мы, в принципе, сегодня будем говорить, понятно, об области большая маркетинга, я расскажу конкретно об агрегаторах. В частности, Яндекс.Бизнес. Очень многие недооценивают Яндекс.Бизнес, не зная, почему так повелось, просто вот создают профиль на карте и его оставляют, ну, как бросают. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Яндекс.Бизнес – это тот инструмент, который создан специально в помощь предпринимателям, бизнесменам, в частности, малому и среднему бизнесу, для того, чтобы они не сливали деньги на контекстную рекламу. Потому что в Яндекс.Бизнес – это такой комбо, так скажем, в который интегрирован Яндекс.Директ, это и есть контекстная реклама, Яндекс.Карты, это реклама на картах, также, получается, поисковые запросы, ну, это тоже к Яндекс.Директу относится. И там сейчас у них новая функция есть, появилась, когда ты что-то ищешь, у тебя сразу карточки подтягиваются компаний. Вот, как правило, в первую очередь подтягиваются карточки с фотографиями и описанием тех компаний, которые оплачивают Яндекс.Бизнес. Но, опять же, здесь нужно понимать, какую сумму оплачивать в итоге, какой бюджет является нормой для нашего города, например, для Ярославля. Вот возьмем город, ну, почти миллионник. Да. Причем, в одно слово, почти миллионник. Вот. Здесь, получается, если мы берем какую-то, ну, давайте, вот с кем мы работаем? Мы работаем просто с медицинскими центрами, салонами красоты, ресторанами, отелями. В принципе, в среднем, здесь, конечно, зависит от того, насколько много в городе представлено таких же бизнесов, но я назвала достаточно конкурентные бизнесы, в нашем городе особенно. Вот. То это где-то бюджет, можно выстраивать, ну, 10-15 тысяч рублей в месяц. Это чтобы потестировать рекламную кампанию и понять, да, как он начинает работать. А дальше уже можно вливать. Но когда вам звонит сотрудник Яндекс.Бизнес, вот как только вы зарегистрировали аккаунт, вам сразу же позвонят в течение суток. Их задача продать вам. И продать как можно дороже. И вот здесь нужно понять, что лучше начать с минимальной суммы. У нас как бывает? У нас бывает так, что с клиентом нам предлагают минимальную сумму вообще там 8500 в месяц. И я ему говорю, давай мы сделаем как? Минимум ты можешь взять на 3 месяца эту рекламную кампанию. Мы берем по 8500 на 3 месяца, а дальше мы просто первый месяц, когда у нас она, искусственный интеллект Яндекса, протестировал все, где-то 2 недели нужно на это заложить, то дальше мы уже сокращаем период рекламной кампании, при этом увеличивая бюджет непосредственно в день. Сколько у нас расходится? Я хочу уточнить, потому что, может быть, я не очень понял. Это услуга от самой площадки, от платформы Яндекс.Бизнес? Да. Или это услуги, которые оказывают твое маркетинговое агентство? Сам сервис это от площадки Яндекс.Бизнес, но здесь очень много нюансов, о которых я сегодня говорю, в которых мы помогаем предпринимателям разобраться. И зачастую к нам приходят, когда еще не создана карточка кампании, но также есть бизнесы, в которых уже давно есть карточка, они не понимают просто, что с ней делать. Они сливают деньги там по 500 тысяч на контекстную рекламу в месяц, они понимают, что у них есть рядом инструмент, которым стоит пригласить маркетолога, не знаю, там у нас услуга стоит 25 тысяч рублей в месяц, это с начала создания карточки кампании, а уже на поддержание, когда мы переходим, это значит, мы отвечаем на отзывы, обязательно модерируем карточку, добавляем фотографии, пишем посты. В этих карточках можно также писать посты, как в соцсетях. И тем самым ты собираешь семантическое облако вокруг этого профиля. Это очень важно в органической выдаче и в рекламе, естественно, в том числе. Также там есть альтернативный сайт от Яндекса. На платформе Яндекс ты можешь делать такой простейший лендинг, но зачастую бизнесам больше мало, бизнесам больше и не надо. То есть не надо тратиться на создание сайта, вот тебе экономия уже пошла. А иногда это является сопроводительным сайтом, карточки, потому что людям не всегда хочется переходить на сайт. Вспомните себя, как часто вы переходите на сайты, и когда нужно быстро что-то сделать, заказать. Хочется быстро увидеть самую необходимую информацию, кликнуть, позвонить, либо написать. Вот я правильно понимаю, для простого, чтобы пользователю было ясно, мы в поиске, например, а по поиску у нас в принципе один теперь Яндекс, мы там если пишем, например, медицинская услуга, какая-нибудь коррекция позвоночника, то нам по этому поиску… Там подтягивается сразу профиль. Выдается несколько каких-то, в общем, аккаунтов, и если у нас этот аккаунт, да, мы заранее подготовили, проработали вот своего медицинского центра, то получается в этом случае он может быть выйти первым, да, или там вне зависимости от того, оплачено это для Яндекс.Директа или нет, так? Нет, ну конечно, Яндекс.Директ, то есть поисковая выдача на построчное, это контекстная реклама, да. Да, конечно же здесь, это, как правило, большие бюджеты, чтобы оказаться на первой строчке. Либо, как у нас тут недавно получилось у одного развлекательного центра, поскольку мало конкурентов в городе, они абсолютно без вложения в рекламу выходят на первые позиции. Это вообще классная история. По какому запросу? Боулинг Ярослава. Боулинг. Ну потому что реально сейчас, если раньше это был прям мега-тренд, то теперь не так много их осталось. Да, правда, они еще не вложили денег в рекламу, они уже выскакивают на первой позиции. Ну и это потому, что оформлены правильно. Конечно. На картах они присутствуют, да, у них там загружены все карточки. Там важно вшить в карточку вот эти ключевые слова. То есть по сути, чем вы больше и правильнее заполните карточку компании, это сравнимо с SEO, который мы делаем для сайта. А что такое SEO? Это создание определенного смысла, облака смыслов, семантическое ядро, да, по которым... Поисковые запросы работают. Да, и работают поисковые запросы. И искусственный интеллект понимает, что именно этот сайт нужно выдать, эту информацию нужно выдать сейчас тому по ту сторону компьютера или телефона, кто ищет эту информацию. Вот это важно понимать. И Яндекс.Бизнес, я удивлена, почему они не делают массовые курсы, вот сам Яндекс для предпринимателей, такие вот... Не идут. К людям? Ну да, то есть они устраивают там раз в год что-то, но я считаю, здесь у них, это уже к маркетологам Яндекса вопрос... Оле непаханное. Да, то, что нужно выезжать в регионы и обучать предпринимателей этому сервису. Я даже с менеджером Яндекса об этом говорила, то, что вы не обучаете, и получается, есть разрыв между пониманием. Вы просто продаете, они заимотивированы продать вам эту услугу, именно чтобы вы заплатили Яндексу. А услуга, еще раз, чтобы мы понимали, то есть эта услуга, как она называется, это что они продают? Яндекс.Бизнес, продвижение... Продвижение. Да, да. То есть ты зарегистрироваться можешь бесплатно, насколько я знаю, правильно? Заполнять все данные, все это бесплатно, поддерживать самостоятельно, другое дело, на каком уровне ты будешь это делать. И вот платной услугой является запуск продвижения. То есть все-таки при прочих равных твоя вот эта вот карточка, да, компании, она будет... Она будет выше, она будет чаще выдаваться. Вот опять же, вот мы сейчас, да, кто смотрит наше видео, может нажать на паузу и пойти в Яндекс и загуглить что-то по своей нише, и ему выскочат с правой стороны, получается, внизу вот эти как раз карточки. Это мини-карточки, которые Яндекс подтягивает. Он уже не просто строчка вам выдает информацию, а он уже с визуализацией вам это дает, чтобы вам легче было сделать выбор. То есть все идет к тому, чтобы сократить количество кликов до нужной информации. Мы об этом прежде всего говорим. Поэтому очень важно Яндекс.Бизнес заполнять полностью, всегда ее вести нужно. Ее нужно еще актуализировать постоянно раз в месяц. А новые фотографии мы, например, для клиента добавляем каждую неделю и также пишем посты. То есть мы просто переносим посты из соцсетей, туда в публикация. Это вот важное понимание. Серьезно, серьезно. То есть можно я вот такой вывод сделаю, уж предварительный, непредварительный, что как вы ведете или как нанимаете людей, которые у вас за СММ отвечают, и они ведут социальные сети, также вам нужно или человека, или поручить делегировать специалисту профильному, который будет так же, как соцсеть, наполнять и соцсеть Яндекса. Да, именно так, причем часто даже к нам обращаются за услугой настройки рекламной кампании и услугой обучения их сотрудника, маркетолога, этому сервису, ну, работа с этим сервисом. И мы такое делаем. То есть мы настраиваем сначала сами, обучаем маркетолога и отправляем уже. То есть кому-то просто выгоднее, чтобы в штате он не учился. Идолок, плыви. Да-да-да, иди. Да, да. Да продлит котлер твои ноги. Вот, но это такая уже отдельный кластер. Вот, кстати, касаемо этого, я провожу периодические лекции. Я сейчас хочу их чаще проводить. У нас есть вот помещение для лекций в центре города, в центре Ярославлено, улица Свободы 2. Вот, у нас там есть большое помещение, которое мы также сдаем для тех, кому нужно проведение семинаров, тренингов. Мы сделали вот именно вот этот кластер. Этого не хватает у нас. Где оборудование помещения с телевизором, микрофоном, всякими флипчартами и возможностью провести что-то. Потому что сегодня у нас очень много людей чему-то обучают. Куда ни посмотри. Площадка нужна. Площадка, да. И вот там я, собственно, тоже читаю эти лекции. И ближайшее будет 20 ноября. Изначально я делаю для своих клиентов. Я вообще своих клиентов очень люблю. Передаю привет. Пользуясь случаем, как у Ив Кубовича. И я обязательно всегда стараюсь что-то им скидывать, какую-то обучающую информацию. Проглашаю бесплатно свои лекции для того, чтобы как-то вот мы были на одной волне. Это очень важно. Если вы берете маркетолога, его постоянно, его в чем-то подозреваете, и с подковыркой на совещаниях с ним общаетесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Уж если вы взяли в команду маркетолога, надо ему верить. Да, но это понятно, что это обоюдно работает. То есть, что и маркетолог тогда в свою очередь должен быть прозрачен в своих отчетах и должен действительно помогать бизнесу, а не просто сливать бюджет. В общем, в итоге, резюмируем. Мы рассказали вам сегодня про мегатренды вообще. Я думаю, что и практическое применение мы тоже обсудили. Вам не нужно вот сейчас взять начало нашей беседы, начать его анализировать, там для себя какие-то выводы, смыслы, потому что мы все выводы и смыслы сделали. Потом рассказали, какие ниши можно посмотреть, а дальше практические инструменты. И вот ими нужно обязательно пользоваться. Если вы сами не знаете, то welcome в Rocket Ideal к прекрасным маркетологам, к звездам нашего ярославского маркетинга. Можно я еще хочу сделать подарок для твоей аудитории, кто смотрит в Копенгагене. Есть такой университет будущего. Они, собственно, что они собой представляют? Это ученые, маркетологи и экономисты. Они вместе анализируют как раз эти тренды. Есть огромная карта трендов. До 2050 года. Уже составлено. Уже составлено. На самом деле это очень увлекательно. Ты сам, когда будешь внимательнее смотреть, там, правда, это выглядит как карта метро. Сейчас мы здесь покажем. И можно ее заскринить, сохранить и отследить в разных направлениях. Вы там найдете ваши ниши обязательно и то, что действительно будет развиваться. То есть представьте, у нас даже есть институт будущего, который этим занимается. Просто нужно мониторить за ними. Начинайте читать. Начинайте читать, друзья. Спасибо, Юль. Я очень рад, что ты пришла. Я надеюсь, что практические инструменты и теоретические основы мы дали. А дальше всем удачи в бизнесе. Наверное, это самое главное. Чем больше будет развиваться наш бизнес, тем в целом будет экономика расти. А хорошая экономика, это значит, что мы с вами все будем жить счастливо и улыбаясь, как тот мужик из многочисленных мемов в очках. Прекрасный день. Прекрасное время. Ну, вообще у нас сейчас хороший тренд на улучшение экономики, на самом деле, кто бы что ни говорил. То есть действительно просто нужно немножечко продержаться. Я к тебе сегодня не с пустыми руками. Какое маркетинговое агентство, если оно не может подарить тебе подарков никаких? Я надеюсь, не термокружка. Нет, нет. Так, давай на самом деле, вот давай вот так тебе поставлю. Ты посмотришь сначала, а потом задашь мне вопрос. Я вижу, что здесь написано состояние. И что характерно, написано, что это нейтрализатор запаха. То ли ты мне намекаешь, что я невкусно пахну? Сейчас тебе расскажу. Что-то еще? На самом деле, это одни из наших клиентов. Это крупная компания, которая является партнерами КХЛ, континентальная хоккейная лига. Огурчиком скажем так. Это нейтрализатор запаха. Они изначально сделали их для спортсменов, потому что сами ребята играют в хоккей. И как они мне сказали, говорят, Юля, как пахнет в раздевалках хоккеистов, ты не представляешь. А я не представляю. Лучше и не представляешь. Да, и они сделали такие вот нейтрализаторы запаха. Изначально у них была большая туба, 300 мл. Целевая аудитория у них была. Это хоккеисты, спортсмены. Сейчас они поняли, что можно расширить целевую аудиторию. Мы им еще об этом тоже подсказали. И на самом деле очень классная история, применимая в жизни. Обувь, у кого есть домашние животные. Даже когда идешь на занятия, я сейчас хожу... Шарик, шарик. То здесь важно, что не самого животного нужно прыскать, а место, например, которое плохо пахнет. Освежать можно гардеробную тем самым, мебель, текстиль. Когда я хожу на йогу, я сейчас стала прыскать этим нейтрализатором коврик, который до меня где-то там был. Месяц, например. И правда, коврики для йоги, если вы занимаетесь йогой, то они очень сильно пахнут. Когда ты в позе собакой мордой вниз стоишь. Пахучая собака мордой вниз. Пахучая собака, да. И вот здесь эта история очень спасает. А он очень такой компактный. И поэтому вот я решила, чтобы ты протестировал, потом дашь обратную связь. Спасибо. Но я уже даю обратную связь, что пахнет прекрасно. И сочетается некий такой легкий, огуречный, свежестью пахнет. И я так понимаю, что он хорошо, если какой-то негативный запах, он его будет удалять. Да, он его удаляет за счет того, что там есть очищенный спирт, это основа, которая убивает эти микробы, которые, собственно, и являются этим запахом. А сверху отдушка. Причем отдушку они заказывают где-то из Европы. Поэтому тут дорогой такой амбре обеспечено. В общем, если вдруг не взяли с собой дезодорант, то тоже можно попшикать. Ну, в принципе, да. Вообще, это для одежды изначально лучше. Либо для спортивных сумок. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова